Здравствуйте, друзья, с вами снова Камень, и сегодня мы вместе с вами продолжаем смотреть моды для Майнкрафта. Это уже 661 часть наших обзоров, и сегодня мы вместе с вами посмотрим на целых 5 полезных, интересных, забавных и прикольных мода для Майнкрафта. Именно так, поэтому я очень сильно надеюсь, что вам понравятся сегодняшние выпуски. Мы сможем набрать 3,5 лайка. Было бы просто замечательно, весело, здорово, класс и рандомный комментоз перед началом у нас залетает тот WoW, который пишет, каким образом вы узнаете крафт вещей, это Just Items. Нет, парень, это Just Enough Items, именно таким образом он называется, поэтому я думаю, все про это знают, почти все, поэтому что ж, господа, я думаю, мы будем приступать. И первый мод, на который мы сегодня посмотрим, находится у нас прямо вот здесь перед нами, и называется он Sky Villages. Ну и в принципе, я думаю, всем все понятно. Этот мод добавляет теперь в ваш мир Майнкрафта деревни, которые будут левитировать где-то в воздухе, в небе. Именно так, то есть теперь мы в нашем мире будем встречать вот такие вот летающие деревни, которые выглядят ну просто очень здорово. И каждый раз эти деревни будут разными, они будут регенерироваться рандомно в вашем мире, а у них будет рандомная генерация каждый раз. Но в принципе, все блоки, которые здесь используются и так далее, они будут похожи. Давайте мы немножко посмотрим, что это за такая деревня, как она выглядит и что здесь происходит. Как вы можете видеть с декорациями, здесь все просто на ура, и у жителей, конечно же, будут профессии. Как вы можете видеть, вот он наш лучник, здравствуй, и здесь у него даже есть вот такая вот тыква с мишенью для того, чтобы он тренировался. А здесь также вы будете встречать в сундуке очень большое количество сундуков, в которых вы сможете найти довольно-таки много прикольного лута. Вроде бы, если не ошибаюсь, я здесь открыл один сундук, и я немножко удивился, вроде бы это был вот этот сундук, как вы можете видеть, здесь у нас много чего интересного. Но это потому, что это как бы кузнец, это его остров, можно так назвать, это его, это его, это его зона, это его точка. Поэтому, да, друзья, здесь мы можем видеть как бы лут, в принципе, такой же, как в обычных деревнях, но из-за того, что эта деревня довольно-таки большая. И здесь, например, часто будут встречаться кузнецы, потому что здесь много профессий, здесь практически все профессии в одной деревне встречаются. Поэтому, да, друзья, давайте мы немножко заглянем в один из домов, и как вы можете видеть, у него даже есть две двери. И я хотел дверь закрыть, открыть. И ты открыл, и закрыл. Окей. Короче, друзья, давайте посмотрим. И здесь у нас сундучало. И, боже, посмотрите, еще много крутого лута. Да знаете, что я возьму железную кирку? Просто на память, поэтому... Что ж, и вы можете также обратить внимание на количество различных блоков, которые здесь используются для того, чтобы, как бы, ну, эти деревни были, как бы, деревнями. И вы можете видеть у нас здесь еще один кузнец. Давайте посмотрим. И еще больше железного лута. Поэтому, если вам повезло, и вы нашли такую деревню, то радуйтесь. Потому что здесь вы реально найдете гигантское количество лута. И, как я сказал, эти деревни будут спавниться рандомно. И вы даже можете найти их с помощью команды Locate. Если вы пропишете следующую команду Sky Village, Sky Village, то вы сможете найти ближайшую деревню, летающую, левитирующую, которая находится недалеко от вас. И, в принципе, да, друзья, это небольшой мод, но он очень забавный. И, мне кажется, он добавит довольно-таки много разнообразия в вашем экране. Да, боже мой, еще много крутого лута. Алмаз, друзья, целый алмаз нашел. Но, я думаю, самое время двигаться дальше и смотреть на следующий мод. Окей, в принципе, для следующего мода далеко мы уходить не будем, потому что он называется Visuality. И добавляет он довольно-таки забавные визуальные эффекты различным вещам в Майнкрафте. Например, смотрите, что происходит теперь, если мы будем ударять жителя. Из него будут выпадать вот такие вот изумруды. И это просто визуальный эффект, который выглядит очень красиво. Ну-ка, не убегай далеко, как вы можете видеть из него. Просто выпадает изумруд. И также, например, если мы здесь заспавним, например, суммоноскелетон. Следующим образом. И будем бить скелета, как вы можете видеть, из него будут выпадать кости. Это довольно-таки забавно. И, кстати, я только что обратил внимание на то, что в этой деревне как бы не спавнится железный голем. Или он спавнит, погодите, нет, 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 его здесь нет Я не вижу железного голема, ну, ну и чёрт с ним Пофиг на него, поэтому что ж, давайте посмотрим Что же у нас есть ещё, если не ошибаюсь, что-то было так же Со слаймами, если я сделаю суммон Слайм, давайте посмотрим, вроде бы, да, когда они будут Прыгать, они будут опять же оставлять после себя Вот такие частицы слайма Довольно-таки забавно, ещё одна Интересная вещь, это то, что если у нас Пойдёт дождь, давайте спустимся куда-нибудь Куда-нибудь вот сюда, где есть вода, то теперь Мы будем видеть очень Интересные круги, которые будут оставаться от капель Которые будут капать от дождя, поэтому давайте мы сделаем Weather Rain Следующим образом, и теперь, как вы можете Видеть, просто посмотрите на эту воду Иё, разве это не здорово, почему в Майнкрафте Ваниль на Майнкрафте такой не добавят, потому что Выглядит это шикарно, как вы можете Видеть, остаются вот такие вот круги на воде От капель дождя, вау, класс Здорово, и, вроде бы, последняя вещь Которая есть здесь из визуальных эффектов Вроде бы здесь есть ещё какие-то вещи, но Так как о них ничего не рассказывается на самом Сайте, я даже не знаю, но Давайте я вам покажу ещё одну интересную Вещь, и для того, чтобы вам показать следующий интересный Визуальный эффект, нам нужно спуститься В глубины нашего мира и посмотреть на Аметист, просто посмотрите, он теперь сверкает Разве это не здорово? И, в принципе, это весь мод Он добавляет, как я сказал, ещё какие-то интересные вещи О которых я не знаю, немного, но это Всё, что было написано на сайте, и Также было написано то, что этот мод будет обновляться Каждый раз будут добавляться новые Различные визуальные эффекты, для прикола давайте просто проверим Я не знаю, а, если я не ошибаюсь Точно, с курицами тоже теперь происходит Следующее, из них выпадают перья, как вы можете видеть Вот такие визуальные, красивые частицы в виде перьев И это здорово, я просто хотел попробовать Поприкол заспавнить зомби, я не думаю, что из зомби Что-то будет выпадать, что из зомби может Такого визуального выпадать, давайте сделаем сумму Зомби, следующим образом И, нет, из него, как вы можете видеть, никаких Частиц прикольных не выпадает, но, в принципе, да, друзья Визуалити, довольно-таки забавный, прикольный Небольшой мод, он есть, если не ошибаюсь, на Фордж и на Фабрик, поэтому имейте это в виду Вроде бы большое количество сегодняшних модов Есть и на Фабрик, сегодня мы смотрим моды На Фордж, версия 1.17.1, если что Ну, вы только что видели Аметист, вы могли в этом убедиться Поэтому, что ж, господа, go смотреть на Следующий мод. Следующий мод очень Простой, называется он Нюк, то есть Ядерная бомба, и добавляет он, как бы, ну Ядерную бомбу, новый ТНТ, который Называется Нюк, и делается он следующим образом Это ТНТ, Незерит и Порох И эта штука жесткая, друзья, знаете, что я хочу сделать? Я хочу найти обычную деревню, друзья, самую Обычную деревню, которая находится довольно-таки далеко 1300 блоков, но О, окей, стоп, стоп, остановись, прекратив То, что я хочу сейчас сделать, это поставить Этот Нюк где-то прямо здесь в центре этой деревни И мы просто посмотрим на Различные разрушения, потому что вы Знаете, что я обожаю смотреть на Разные моды, которые добавляют что-то взрывоопасное Но почему-то их очень мало Выходит на новые версии, я не знаю, почему Йоу, люди, модеры, сделайте Мод, который добавляет кучу Новых интересных ТНТ на версию 1.17.1 Короче, друзья, давайте посмотрим, что же теперь произойдет, если Мы взорвем этот Нюк Сразу вам скажу то, что если у вас слабый комп То поберегите его Может все-таки не надо, может все-таки не надо взрывать этот Нюк Но давайте просто посмотрим, что же тебе произойдет Прямо сейчас те мобы Как бы умирают, как вы можете видеть, трава Разламывается, потому что прогружается Эффект всего разрушения и Вуаля, каким образом выжили эти коровы Окей Но, да, друзья, как вы можете видеть И это все, да, это весь мод, который добавляет Просто ядерную боеголовку Которая просто взрывает все на своем пути И я вот немного не понял, каким образом Взрыв произошел Таким образом, что как бы здесь все осталось плоским Но он пошел дальше вниз Я немного не понял, что здесь произошло Возможно, какой-то небольшой баг Но, как вы можете видеть, здесь работает Это именно вот так То есть вы одним таким Нюком можете зачистить Сразу же одну деревню и даже больше Как вы можете видеть, ничего от этой деревни не осталось Только тропинки, поэтому Да, друзья, это, в принципе, весь мод Я просто хотел вам его показать, потому что, как вы знаете Погодите одну секунду, давайте попробуем еще один взорвать Я вижу тут иван пост разбойников Давайте-ка мы еще один этот нюк зафигачим Им прямо куда-нибудь вот сюда наверх И посмотрим, что из этого произойдет И после этого мы уже будем переходить к следующему моду Надеюсь, ребят, вы готовы Давайте мы ждем time set a day Следующим образом Ждем, ждем, ждем прогрузку Вы можете видеть, у меня даже день не переключается Потому что грузится Майнкрафт Грузись Камон, камон Ну же И что-то происходит, друзья Что-то происходит Через буквально 3 секунды Мы увидим разрушение Прошло уже 3 секунды И, ну, более-менее, как вы можете видеть Ву-а-ля Что ж, господа Я думаю, на сегодня с этим модом мы покончили Мы переходим к четвертому моду на сегодня Господа, господа Следующий четвертый мод на сегодня добавляет метлу Именно так Но это необычная метла Вы ей не будете ничего подметать Вы будете на ней летать Привет, Гарри Поттеру Что ж, скрафтится она следующим образом Вам понадобится стоги и стены на 3 штуки Блейзовая палка Одна обычная палка Все, что вы делаете Вы кликните на правду мыши И вы ставите эту метлу Во-первых, обратите внимание на Визуальные, так сказать, анимации Которые выглядят очень круто Ну-ка, иди отсюда, дождь, ты что творишь? Выключим дождь И давайте посмотрим, как она работает Потому что вы можете на нее сесть И летать Именно так На пробел вы нажимаете И вы просто начинаете летать Если вы отпускаете пробел То вы, как бы, будете сразу же опускаться вниз Но, ребята, на этой метле Вы не сможете бесконечно нажимать на пробел Прямо сейчас я зажал пробел И через некоторое время Мы услышим звук Звук шипения И это означает то, что Так сказать, наша метла Утратила все свои силы И теперь мы будем понижаться Что это означает? То, что она не бесконечна Она может летать не бесконечно Но самое интересное То, что в этом моде есть 4 новых зачарования Которые вы можете применить на эту метлу Но вы можете эту метлу использовать Просто для того, чтобы вот так вот летать по земле И иногда просто нажимать пробел Потому что она довольно-таки быстро перезаряжается Вы снова можете нажимать на пробел Снова взлететь вперед И снова опускаться вниз автоматически Но давайте я вам покажу Некоторые интересные зачарования Которые у нас здесь присутствуют Надеюсь, я их легко смогу найти Вроде бы Я честно не знаю, как они называются Но, по идее, я должен их найти быстро Камон, где они? Йоу, всё Вот, погодите Хаверинг Окей, погодите AirSkills И вот отсюда мы начинаем Первое зачарование Это у нас AirSkills Если я не ошибаюсь С помощью этого зачарования Мы будем летать быстрее в воздухе Мы сразу возьмем третий уровень Мы не зачаруем на третий уровень Также у нас есть Hovering Hovering Можно зачаровать максимум на четвертый уровень Это добавляет нам больше максимальной скорости Если мы летаем просто по земле Дальше у нас есть Lenskills Погодите Lenskills Ты тогда что такое? Эмм И также у нас есть Sea Breeze Который нам позволит летать быстрее Если мы Около воды находимся Одну секунду Окей, в принципе Я всё правильно сказал До третьего зачарования Короче, вот это позволяет нам летать быстрее С каждым уровнем зачарования Это 20% быстрее То есть это третий уровень Это будет довольно-таки быстро Также Hovering Это мы будем быстрее передвигаться на земле И как раз таки Lenskills Позволяет нам находиться в воздухе Довольно-таки больше времени И Sea Breeze Это то, что я вам сказал Поэтому давайте мы возьмем И просто зачаруем Это чёртово метлу На все эти возможности зачарования Почему бы и нет? Мы сделаем чипокс Поставим сюда наковальню Закинем это сюда Это сюда Раз Закинем это сюда Это сюда Два Закинем это сюда Это сюда Ааа Походу я не могу применить Погодите Почему я не могу? Ааа Я понял Нам нужно выбрать Либо AirSkills Либо Lenskills Мы не сможем применить Сразу оба зачарования Точно-точно-точно То есть Вы выбираете Что вам удобнее Либо летать быстрее Либо Так сказать Левитировать над землёй быстрее Короче Прямо сейчас Я зачаровал эту метлу На все возможные зачарования И как вы можете видеть Она сама зачарована Можно видеть Как она мерцает И теперь просто посмотрите На сколько быстрее Мы будем летать в воздухе Намного быстрее И давайте Стоп Не-не-не-не Нажал на Shift Sorry Sorry Метла вернись И я хочу просто посмотреть На сколько быстрее мы будем Передвигаться Если мы будем находиться Около воды Ну в принципе Да Мы видим Небольшой Небольшой прирост В скорости И это довольно-таки Забавно В принципе В принципе Это да Это все Что у нас Добавляет этот мод Довольно-таки забавный Очень ламповый Такой прикольный Мини-мод Я думаю Вам он понравится Кто-то из вас Точно скачает Напишите в комментариях Какие моды вы скачаете Из сегодняшнего обзора Будет просто интересно Почитайте Как вы можете видеть Метла очень быстро Передряжается И я снова полетел И я снова полетел Поэтому что ж Мы переходим К последнему моду На сегодня Который у нас Добавляет ковры Да, друзья Он добавляет ковры Называется More Carpets Но на самом деле Он добавляет Гигантское количество ковров Чуть ли не Почти всех блоков Майнкрафт Ну явно не все блоки Но смотрите Как этот мод работает Вам сначала нужна Рамка специально для ковра Которая делается С помощью палок И после этого Вы уже соединяете Эту рамку С различными вещами В зависимости от того Какой ковер вам нужен Например Вы хотите ковер Из плачьего обсидиана Вы совмещаете рамку И плачьего обсидиана Вы получаете 4 ковра И так далее Как вы можете видеть Крафты все здесь Ну понятное дело Я не буду показывать 78 страниц крафтов Просто смотрите Как это работает А, у нас Это Strange Carpet Погодите А мне интересно Как он крафтится тогда Это у нас забаганный ковер А, он просто делается Из рамок Ну да, друзья Таким образом Вы можете делать себе ковры Даже из огня Ага Погодите Я только сейчас это заметил Дайте проверить Как это будет выглядеть А, я думал Текстурка будет прозрачная Ну ел Ну что это за черная Слушайте Ну в принципе Это может выглядеть Довольно-таки забавно Можете сделать целую комнату С такими коврами И выглядит Просто такой Опять дождь Опять, опять, опять Опять, опять, опять Опять, опять Я сейчас сойду с ума Но Как вы можете видеть Вы можете брать Любые различные блоки И самое интересное То, что Этот мод Использует Как бы Ванильные Обычные текстуры Блоков из Майнкрафта И если вы Устанавливаете ресурс пак Или текстур пак Который заменяет Все текстуры В Майнкрафте Например, текстура Этих блоков То и ковры Также заменятся Это очень-очень здорово Хорошо, что Автор это продумал Например, плачуся обсидин Как вы можете видеть Вы можете поставить здесь И это просто ковры, друзья Это обычные ковры Которые теперь Выглядят как блоки Идеально подойдет Для декорации Если вы любите что-то строить Декорировать вашу Так сказать Комнату И так далее Не знаю Как хотите Ваш дом Лачугу И так далее Что ж, я думаю Как бы все На сегодня у нас 1.17.1 Ссылочки Обязательно Обязательно Будут в описании В следующий раз Я думаю Посмотрим на 5 модов Для фабрика На версии 1.17.1 Поэтому, не знаю Ставьте лукас Если мы наберем 3 лайка 3.5 лайка Я обязательно сделаю Следующий обзор Это была версия 661 Все ждут 666 часть Я знаю Я сам не знаю На что мы будем делать обзор На чем придумаю Поэтому спасибо за просмотр Ставьте лукас Подписывайтесь Жмите бубенцы И так далее И тому подобное С вами был Кекс И всем Пойдем